Добрый вечер, это программа «Диалоги». Меня зовут Галина Баева, и сегодня у нас в гостях Оксана Никулина, руководитель автономной некоммерческой организации «Созидание». Мы будем говорить о такой сложной, непростой, но все-таки теме, которое имеет право на обсуждение, на жизнь и на позитив, как бы это ни звучало, это тема рака и онкологии. Добрый день, Оксана. Здравствуйте. Оксана Никулина, юрист, 40 лет. После диагноза «рак шейки матки и лечения» занялась правозащитой онкопациентов. В 2021 году зарегистрировала «ОНО Созидание». Помощь и поддержку специалистов организации получили уже более 550 обратившихся. «Ты не побежден до тех пор, пока ты не сдался, поэтому никогда не сдавайся». С таким кредо Оксана Никулина подходит к работе. Также героиня этого выпуска является многократной участницей благотворительных семинаров и тренингов для онкобольных и специалистом проектов Центра поддержки онкопациентов. В июле 2022 года вошла в состав экспертов Общественной палаты Оренбургской области. Оксана, начну с такого. Вы представляете одну из немногих общественных организаций, занимающихся в Оренбурге именно адаптацией к реалиям жизни онкобольных. И уже год, насколько я знаю, организация «Созидание» занимается системным сопровождением пациентов с онкологическим диагнозом. И ваш опыт в данной области составляет более трех лет. Скажите, как вы сами пришли к этому и почему именно вы? Наверное, в этой сфере вообще нет случайных людей. Каждый, да, попадает через какую-то свою личную историю. У меня она тоже есть. Я онкопациент. В 2017-2018 году я боролась с раком, я его победила и решила, что мне нужно помогать тем женщинам, которые будут проходить такой же путь, как проходила я. Мне это казалось очень важным на тот момент. Я начала искать сначала волонтерские сообщества какие-то. Потом попала в другую пациентскую организацию и в прошлом году основала свою. Сколько человек в команде уже и кто эти люди в основном? Может быть, профессии, какой-то образ жизни? У нас такая уникальная организация в том плане, что рак он не выбирает вообще, кому прийти. Поэтому в нашей команде есть женщины и преподаватели, и танцоры, и режиссеры, и какие-то чиновники, и врачи, кстати, тоже есть. Люди совершенно разных занятий. В команде в основное у нас четыре человека. Плюс у нас есть десять человек. Это такой актив. Волонтеры, да? Да. Это волонтеры, которые участвуют во всех наших проектах. Я знаю, что вы по профессии юрист. Насколько юридический аспект сегодня важен в этой теме? Насколько онкобольным приходится часто бороться за свои права? Очень часто. Это самый, наверное, такой востребованный аспект в том, чем мы занимаемся. Поскольку права нарушаются, к сожалению, нарушаются как на территории нашей области, так и за ее пределами. Мы помогаем и там, и здесь. Делаем все, чтобы пациент во время лечения сосредоточился только на себе. То есть не отвлекался вот на эти внешние раздражители. Мы помогаем сделать так, чтобы он получил вовремя инвалидность и вообще ее получил. Чтобы ему выписывали льготные препараты, чтобы лечение проходило бесплатно. Это очень важно для нас. Мы сегодня говорим о достаточно такой тяжелой теме. Все-таки рак, да? Но тем не менее, давайте сегодня, может быть, попробуем с открытым добрым сердцем, с позитивом, с настроем на это. Потому что вот я и ваши отчеты читаю, и протоколы, и паблики, которые у вас в организации созидания, да, очень много говорится о стигматизации женщин, о том, что они уходят в себя. И, соответственно, из этого состояния, как правильно выходить, как лучше. Что сегодня происходит с онкобольными? И каким образом, какими механизмами они могут воспользоваться, как медицинским законодателям, так и психологическим, для того, чтобы оставаться в социуме? Ну, я выскажу, наверное, это моя личная точка зрения, которая основана как раз вот на этих трех годах, на большом количестве людей, которые прошли через меня. Вся психологическая помощь, которая в России есть на данный момент, в основном, она сосредоточена на том, чтобы женщина приняла диагноз во время лечения. Но нигде не указано, что ей делать после лечения, когда она остается с инвалидностью, как правило, без работы, с небольшой пенсией социальной, с целой кучей хронических каких-то осложнений, которые после основного лечения обязательно присутствуют. И зачастую это женщина 30-40 лет. То есть это самый расцвет, когда вот у тебя какие-то грандиозные планы на жизнь и так далее. А она тут как бы остается такая за бортом социума. Социум сам ее выталкивает, а она зачастую скрывается от социума. В этот момент ей кажется, что вот жизнь к ней несправедлива была, и вообще она как-то не очень хорошо у нее прошла. А почему мы говорим больше о женщинах? Мужчина это меньше касается во время реабилитации? Постфактум, после того, как они уже на этой диагнозе? Действительно, женщины гораздо тяжелее переживают. То есть у женщины, как правило, если это, допустим, рак молочной железы, это мастектомия. То есть удаление молочной железы. Да, у нас это восстанавливается в рамках ОМС, либо квоты. Но сам факт того, что женщина лишается груди, либо женщина лишается какой-то части репродуктивной своей системы, матки, яичники и так далее. Честно скажу, как правило, от других же женщин она будет слышать, что она уже не совсем женщина. Что она такая уже немного неполноценная. То есть все будут подходить, ну, с разными эмоциями. То есть кто-то будет участливо это спрашивать, кто-то будет в более негативном ключе. Но в этот момент, да, действительно, многие женщины, они чувствуют себя вот уже... У мужчин всегда очень сильная поддержка со стороны семьи и близких. Да, они гораздо слабее по природе, не в обиду мужчинам, но это факт. Вот. Но именно женщина, она очень остро все это ощущает. Потому что мужчину всегда все жалеют, даже все о его окружении. А женщине говорят, ну, не следила за собой, виновата. Родила, виновата. Не родила, тоже виновата. А это правда, что после того, как мужчина заболел, например, да, или вот в семье, или дети заболели, не дай бог, да, онкозаболеваниями, то практически нет там статистики разводов. А с женщинами наоборот. Да. На моем опыте, вот сколько у меня было подопечных мужчин, были те, которые ушли. То есть они были очень тяжелые. И в конце жизни они были лежачи. Ни одного из них не бросила жена. К сожалению, когда заболевает женщина, ну, вот могу привести свою статистику, в пяти случаи, в одном случае из пяти, как правило, это развод. Притом такой развод очень достаточно грязный по эмоциям. И в тот момент, когда женщине нужна поддержка, и когда она должна не отвлекаться ни на что, а сосредоточиться на лечении, она получает целую кучу бытовых каких-то проблем. То есть она остается, как правило, в этот момент без работы, без супруга, без материальной помощи. Лечение хоть и бесплатное, но ей же как-то нужно восстанавливаться. Ей нужно как-то добираться до места лечения обратно. То есть в этот момент она очень защищенная. И уходит в депрессию, как правило. Давайте тогда настроим, каким образом женщине в это состояние, во-первых, не уйти. Во-вторых, какие у нее есть аспекты и законодательные опоры, так скажем, и медицинские, опоры для того, чтобы остаться в социуме. Что сегодня нам дает государство, и что дает возможность взаимодействовать с общественными организациями, такими, как ваша. И, например, насколько там развита психологическая поддержка, например, работы с семьей. Как чтобы и муж, и жена, и дети понимали, что за диагноз у члена семьи и, соответственно, максимальную семью сохранить. Ну, конечно, в первую очередь я бы посоветовала женщине не бояться и не стесняться идти к психологу. Он есть бесплатно в диспансере. Есть сейчас очень много НКО, которые предоставляют бесплатную помощь. Но у нас в России почему-то считается обратиться к психологу, это как-то не очень камильфо. Что значит, у тебя какие-то очень серьезные проблемы, и ты сам не вывозишь. Вот. А это очень важно. И порой важные сами врачи говорят даже в какой-то момент сюда применять, ну, начать применять антидепрессанты. Если ты понимаешь, что ты не справляешься. Если лечение затянулось, и оно тяжелое, и есть вот эти взлеты, когда динамика то положительная, то отрицательная, и человек просто сам не справится. Обязательно нужно обращаться к помощи. Даже если у человека нет финансовой возможности, есть возможность, допустим, у социальных служб, просто не все об этом знают, то есть заключаются и социальные контракты, и предоставляется именно оплачиваемая помощь психолога со стороны социальных служб. Нужно не бояться и не стесняться к ним обращаться. То есть имеет право пациент такой не только на дорогостоящие операции, на получение лекарств, но и на психологическую помощь. Конечно. Если работа с семьей, еще раз вакцин сделаю, работа с семьей пациентка онкобольного, насколько она сегодня развита, психологическая помощь? Ну, я боюсь, что она только начинает развиваться. Ну, необходимость в этом вы видите. Очень, очень острая необходимость, потому что работать нужно, даже больше скажу, не только с семьей, а вообще, наверное, со всем окружением. Я бы даже сюда включила и коллектив человека, у которого рак, потому что это начинается такое. Либо у всех паника, либо начинается отторжение некое. С семьей обязательно, потому что, особенно если есть дети, потому что они очень остро это воспринимают, что мама болеет, что мама там то лежит, то она без волос, то она в больнице. Помощь нужна, безусловно, чтобы семья просто смогла справиться вот с этим со всем. Такой момент. Вот у нас в программе недавно была Алена Сан-Николаева, психолог, тоже НКО. Я знаю, что вы взаимодействуете. И в первую очередь, насколько я понимаю, по теме как раз адаптации инвалидов. Вот, соответственно, онкобольной в какой-то момент получает инвалидность. Как сегодня работаете с работодателями? Какие есть возможности у инвалидов? Ну, та же рабочая неделя, отпуск. Есть ли возможности дополнительно получить какую-то новую работу, образование? Как сегодня вот работа с инвалидами выстраивается? И что за информацию вы доносите до работодателя? Бывают случаи, что мы лично связываемся с работодателем. Но это если ситуация критичная, он никаким образом не хочет взаимодействовать с своим подчиненным, с своим коллегой. Вот, и разъясняем ему, что он не прав. На самом деле человек, получая инвалидность, он получает два дополнительных дня к отпуску. 60 дней отпуска без сохранения работодатель не может ему в этом отказать. Это рабочая неделя. Каждый рабочий день сокращается на один час. То есть это сокращенная рабочая неделя. Такого человека, как правило, не могут уволить. Ну, там все равно есть, конечно, лазейки в законодательстве. Но всем этим мы помогаем. То есть мы разъясняем права. При необходимости мы их отстаиваем. Потому что, почему я всегда пишу, что мы занимаемся не только консультированием, а именно сопровождением. Порой человеку в этой ситуации очень тяжело отстаивать свои права. Ну, ему плохо, его тошнит после химиотерапии. У него куча проблем. И в этом случае, то есть у нас подписывается договор, и его права представляю я. То есть где бы ни было. Я знаю, что вы получили недавний президентский грант, и вы развиваете. Вообще посмотрела, что за год работы достаточно много мероприятий, встречи с пациентами в онкодиспансерах, тренинги для волонтеров, новое обучение, разъяснение того же законодательства. Что дает этот грант президентский, о чем он? Этот грант направлен как раз на расширение нашей организации. Мы расширяемся по всей области. Мы набрали волонтеров, то есть это наша активная группа, и пригласили специалистов из Всероссийского союза пациентов, у которых в свое время обучалась я. То есть это обучение направлено на грамотное и безопасное для себя консультирование. Потому что для кого не секрет, когда ты работаешь в такой сфере, погорание, оно всегда рядом с тобой. И я в свое время с этим столкнулась, выгорела через полгода работы. И это очень важно, чтобы они научились помогать другим, при этом не навредя себе. У нас уже прошло два тренинга Всероссийским союзом пациентов, и должен состояться будет третий, который мы тоже с нетерпением ждем. Замечательно. Скажите, все-таки возможности, вот если не для волонтеров, а для самих онкобольных, есть ли сегодня? Я знаю, что на госуслугах какие-то можно получить, куда-то включиться, и, соответственно, получить дополнительную работу или образование, например, если ты не можешь выйти из дома. Да, можно закончить и курсы. Есть дополнительное образование. Вот в этом году, по-моему, набор закончился, если не ошибаюсь, в октябре месяце. Это бесплатное образование для тех, у кого его нет, либо те, кто, допустим, получили инвалидность и в какой-то мере нуждаются в том, чтобы получить новую профессию. Действительно, эти программы есть, и оформить их достаточно легко. То есть, да, через госуслуги это очень удобно. Я знаю, что изменилось законодательство. Сегодня работодателям меняет обязанность нанимать инвалидов в определенном количестве, работать с ними. То есть, как в этом направлении двигаться? Я знаю, что какие-то обучающие семинары для работодателей, для представителей отделов кадров уже проходят. На самом деле, да, они проходят. И меня радует то, что в нашей области появляется все больше таких социально ориентированных организаций, которые стремятся не только устраивать на работу инвалидов, но и оказывать какую-то помощь. Некоторые предоставляют гранты. У нас есть вот наш замечательный спонсор. Это вот Сергей Ирина Филиппова, которые нам помогают. Благотворительный фонд как раз, да? Да. Как идет работа, например, для того, чтобы работодателю объяснить, он берет, например, инвалида на работу, он должен еще отработать со средой, которая вокруг него, чтобы и люди привыкли, и так далее. В этом направлении какая работа ведется, что вы обучаете людей, семинары какие-то для того, чтобы те же работодатели смогли встроить человека, как вот Алена у нас называла, человек с расширенными потребностями. Вот как человека с расширенными потребностями встроить в коллектив, и, соответственно, чтобы было коллективу комфортно и человеку? Ну, мы этим не занимаемся, но мы проводим психологическую работу с человеком. Здесь важно, чтобы и он получал помощь в то же время, чтобы он не стал токсичным для своего окружения. Бывает, что люди погружаются в депрессию и начинают просто отравлять все вокруг. То есть вот именно над этим мы работаем. Чтобы он мог вернуться в нормальную жизнь, в свой коллектив, чтобы он знал свои права, но в то же время не нарушал чужие. Это очень важно. Чтобы и коллектив смог его как раз более экологично и безопасно принять. Мы много сегодня говорим о женщинах, в том числе о том, как не допустить стигматизации, как включить, насколько я знаю, замечательный какой-то проект, называется он «Невидимые люди». И вы его уже проанонсировали. Звучит это так, громко заговорить с этим миром, чтобы этот мир ответил нам. И дату выбрали 4 февраля. С чем связана дата? Что такое «Невидимые люди» проект? И как он взаимодействует с женщинами, онкобольными? Как влияет на их судьбу? 4 февраля – это не случайная дата. Это всемирный день борьбы с раком. Поэтому именно в этот день мы решили представить свой спектакль, который называется «Невидимые люди». Почему «Невидимые»? Потому что наше общество, оно, как правило, закрывается и от онкобольных. И некоторые до сих пор на полном серьезе считают, что рак – это заразная болезнь. И с онкопациентами лучше не взаимодействовать и не контактировать, а вдруг заразишься. Предпочитают их не замечать и не замечают этих проблем. И онксообщество, оно достаточно закрытое в себе. То есть у нас есть на сопровождении женщины, которые даже от своих мужей скрывают свой диагноз. Это очень ужасно. И поэтому мы решили рассказать в этом спектакле, что чувствует женщина. Он больше документальный? Он именно документальный. То есть это реальные истории, это реальные эмоции, которые мы покажем, вот прям как они есть. То есть никто не будет скрывать, что он чувствовал в этот момент. Никто не будет скрывать, что ты чувствуешь в тот самый момент, когда тебе только-только говорят, что у тебя рак. Все равно это у всех ассоциация идет со смертью. Я помню свой. И тот первый день, когда я ехала домой и плакала, и мне казалось, что ну вот. Хотя первая мысль у меня была, эх, черт, не успела жизнь застраховать. Придется ипотеку выплачивать. Вот. Но этот спектакль, он важен еще и тем, что женщины, они в этот момент получают некую такую психологическую реабилитацию. Они учатся грамотно проживать свои эмоции, контролировать их. Они учатся раскрываться. То есть я никогда не думала, что мои подопечные такие замечательные актрисы. То есть сейчас идут репетиции, и вы уже видите. Да. И я вижу счастье в их глазах, то, как они начинают открываться миру, говорить об этом. Я за то, чтобы не стесняться того, что с тобой происходит. В свое время, когда я готовилась к операции, у меня был онкогинекологический рак. И сама врач мне в свое время сказала, да ты не переживай, ты просто никому не говори. Вот. А это очень важно, говорить об этом. не стесняться того, что с тобой произошло. Меня всегда очень умиляет, как у нас люди не стесняются рассказывать о том, что им удалили желчный пузырь, и даже камушки демонстрируют своим гостям. Но в то же время рассказать, что тебе удалили грудь, либо некий женский орган, это табу. Вот. Об этом не говорят, и это бывает пишут у меня в комментариях, что ну зачем вы об этом так открыто. А мне хочется, чтобы женщина, получившая такой диагноз, вдруг получившая, она понимала, что она ничем не хуже других. И она ничем не хуже себя самой, которая была до диагноза. Чтобы она смогла вернуться. Вы упомянули вот практику взаимоотношений с врачами, но тем не менее, насколько я понимаю, сегодня вы как раз та организация, которая находит пациента ориентированных врачей. Как вы с ними взаимодействуете? И что такое пациента ориентированный врач в вашем понимании? Мы с ними замечательно взаимодействуем, при том, мы взаимодействуем таким образом, чтобы и врач не выгорал, и пациент находил его. находил его. У нас в области большое количество пациента ориентированных врачей. Если брать, допустим, главврачей, то я бы здесь, конечно, в первую очередь отметила бы Карпец Андрея Владимировича. Это больница имени Пирогова. Потому что наши пациенты, они же болеют не только раком. У них есть и целая куча сопутствующих заболеваний, которые тоже нужно лечить. Он всегда отзывается. Я, насколько знаю, он сам прошел тему НКО и занимался этим активно. То есть он психолог по образованию. Да, он очень понимает. Он всегда готов. То есть он всегда за любой проект, за любое какое-то мероприятие он всегда настроен именно на открытие. То есть сегодня пациенты ориентированные врачи в сфере взаимодействия с онкобольными, это не только сами онкологи, это еще врачи, которые к ним подключаются и по другим заболеваниям. Я правильно понимаю? Вы знаете, это очень большое количество людей, но, скажу честно, это, как правило, те люди, у которых у самих в семье кто-то болел. И эти люди, они, бывает, сами нас находят, предлагают свою помощь. Это как в свое время нам помогла как раз Ольга Сергеевна Новицкая, это страховая компания «Капитал», когда она подключила все свои связи, чтобы нашим подопечным в Москве организовывали именно сопровождение. То есть они у нас ходили в федеральный центр прямо в сопровождении с человеком из страховой компании, чтобы ни в коем случае не допустить нарушения его прав. Я видела, что вы периодически взаимодействуете с клиниками и с лабораториями для того, чтобы провозить бесплатное онкодиагностирование. Что это дает? Как меняется статистика? Что понимают при этом люди? Как часто все это происходит? Это очень важно, потому что новейшее лечение это, как правило, именно нацеленная таргетная терапия, которая нацелена на некие мутации, которые происходят в организме и приводят к тому или иному виду рака. Поэтому это очень важно для того, чтобы подобрать лечение, которое поможет. А в современных лабораториях обновляются все время, да, вот эти методы диагностики? Это настолько обновляется, то есть, я не знаю, раз в год обязательно что-то такое происходит, какое-то новое открытие. К сожалению, пока не все идет в рамках ОМС, то есть, что-то идет через программу «Канцерогеном», когда сами лечебные учреждения отправляют. Какие-то акции устраивают, допустим, те же лаборатории либо фармкомпании, за счет которых пациент может сдать дорогостоящий анализ абсолютно бесплатно. Это социальные акции? То есть, они как направлены? Да, на помощь пациентам. Мы взаимодействуем как раз с этими людьми, лабораториями, клиниками, и как только появляется какая-то новая акция, мы ее обязательно анонсируем, мы привлекаем людей. Бывает, что у нас кто-то там записан, то есть, мы знаем точно, кому это может потребоваться и обязательно оповещаем. Сегодня насколько развита тема профилактики, насколько люди понимают, что, например, тот же раз в год надо сходить и сдать какие-то онкомаркеры, они тем более обновляются, какие-то новые тесты происходят? Ну, онкомаркеры, боюсь, что они зачастую неинформативные. Я, может, неправильно выразилась, да. Вы просто человек, к счастью, далекий, возможно. Но, тем не менее, я понимаю, что для профилактики что-то необходимо предпринимать. Но даже маммография важна для женщины, там гинекологические обследования нужны. Насколько нужно сдавать какие-то еще, да, какие тесты и как часто проходить? Ну, вообще, если у вас есть, допустим, у кого-то в анамнезе родственники с каким-то типом рака, то обязательно стоит присматривать за этим органом. То есть у кого-то легкие, у кого-то женское. Да, у кого-то живота, как правило, это может быть наследственное. Обследоваться нужно постоянно. Но здесь еще очень важно найти грамотного врача. Потому что бывает, что часто я сама за полтора года до постановки диагноза сдавала эти анализы, и они у меня были абсолютно замечательные и великолепные. Вот. Поэтому я бы здесь рекомендовала, допустим, белую розу. вот именно там у меня нашли то, что они нашли до этого в обычной больнице. Человек может обратиться к нам, и мы составим прям такой чек-лист по специалистам нашей области. На что стоит обращать внимание? Какие-то появления опухолей, какие-то виды недомоганий, родинки, что-то еще, что может оказывать, информировать человека о том, что у него что-то не так в организме, и что нужно на это обратить внимание? Бывает, что, допустим, такая неясная температура может быть какое-то время. Это тоже может служить сигналом, что что-то в организме не так. Повышенные лейкоциты, вот, вроде бы без такой видимой причины. Обязательно самообследование груди. Для женщин каждый месяц это очень важно, потому что большинство случаев как раз, когда женщина находит сама. Вот. Потом по гинекологии это жидкостная цитология, именно жидкостная. Это очень важно, потому что в этом случае пропустить какую-то патологию, ну, практически невозможно. Мы говорим с вами о теме рака и онкологии. Сегодня с нами Оксана Николина. Это общественная организация, созидание. И мы как раз говорим о том, как женщинам вовремя обнаружить этот диагноз, и как с ним дальше жить, и реабилитироваться, и двигаться дальше. Для того, чтобы профессионально представлять, отстаивать свои интересы, вы проходите специальное обучение для НКО. Насколько это сегодня разно, потому что я знаю, что вы в общественной палате состоите, Оренбурга. Насколько сегодня охвачены вы вниманием, не знаю, государства, каких-то еще структур, для того, чтобы вас обучать, и вы действительно профессионально подходили к этим вопросам? Ну вот как раз недавно заседание общественной палаты говорил, что в нашей области очень не хватает ресурсного центра, потому что, да, когда ты организовываешь НКО, то есть все наши проекты, они на добровольных волонтерских началах. Вот. И здесь очень важно получить те знания, чтобы оно не попасть в просаг. Здесь очень важно грамотно вести отчетность, у нас этого пока нет, но, к счастью, очень много различных тренингов, онлайн-семинаров бесплатных. Я в свое время так попала на первый семинар Всероссийского Союза Пациентов. Они очень часто проводят тренинги в Самаре, в Москве, где-то еще. Я участвовала уже в четырех. И там тебе дадут полный спектр знаний, все, что нужно, чтобы взаимодействовать с органами власти, чтобы взаимодействовать со своими подопечными благополучателями, чтобы взаимодействовать с другими НКО. Ну и там каждый раз проводится обучение плюс после основного проекта еще идет сопровождение в формате онлайн. Тебя не оставляют, то есть тебя постоянно оповещают, тебя постоянно вовлекают в какие-то новые проекты и делают все, чтобы ты развивался. Вот уже системе три года, так скажем, системно уже смотрите на эти вещи. Скажите, насколько сегодня все-таки среда в Оренбургской области инклюзивна и насколько, что необходимо менять для того, чтобы к этому прийти, чтобы и он к больному встраиваться в социум, в среду и соответственно окружение, чтобы меняло отношение к этой теме и чтобы не возникала она как тема проблемы, а как тема образа жизни и принятия. Очень не хватает межведомственного взаимодействия. Прям очень. Вот. И мы сейчас как раз разрабатываем такой проект, чтобы связать все эти звенья в одно и выступать неким оператором между ними. И в итоге, чтобы подопечный не метался между организациями разными, органами власти, а получал все это через нас. То есть, минуя вот эти бесконечные хождения. Потому что, к сожалению, пока у нас, допустим, медицинские организации общелечебной сети и онкологические, как-то между ними контакт не всегда складывается, скажу честно, если брать в целом всю область. И поэтому здесь очень важно, чтобы пациентская организация выступала таким вот проводником и оратором. То есть, от лица пациентского сообщества. Потому что бывает, что пациенту он закрыт и не говорит ничего. То есть, вот ему что-то плохо, не понравилось, не дали, и он сядет и молчит. Ну ладно, не дали, не дали. А это потом приводит как раз к скандалам. То есть, когда это доходит до точки кипения, это скандал у врача, скандал где-то в Минздраве, еще что-то. А нам хочется, чтобы все было эффективно и бесконфликтно. Спасибо вам за интересный разговор. Очень важный и очень, наверное, и на злобу дня. Потому что сегодня статистика, насколько я знаю, в нашей нефтегазовом регионе не самая радужная, да, по онкозаболеваниям. Но жить с этим можно, нужно. И, соответственно, иметь право и на будущее, и позитивно смотреть вперед, и чтобы семья поддерживала окружение, и работу можно продолжать, и двигаться дальше, и, соответственно, среду менять. И хорошо, что вы ее меняете. Начинается с таких вот, как все мы говорили с Аленой, на женщины пуговички, на них все держится. И когда в общественную организацию приходят женщины, тем более, которые прожили свой опыт и двигают дальше, помогают это, наверное, очень важно и очень нужно сегодня. Спасибо большое, Оксана, за разговор. Это была программа «Диалоги». Меня зовут Галина Баева. Мы с вами прощаемся. До следующей пятницы. До следующей пятницы.